С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Сегодня, 5 декабря, в России отмечают День волонтёра. Новая дата в наших календарях появилась по инициативе президента Владимира Путина. В указе говорится, что праздник учреждён во имя экономического и социального развития страны. Нужно наращивать потенциал добровольческих организаций, расширять область их деятельности, привлекать к участию в патриотических, социальных, культурных и образовательных инициативах во имя созидательных дел, указал глава государства. Примерно 7% жителей России сегодня участвуют в волонтёрском движении. И ещё 8% бескорыстно творят добрые дела, при этом не относя к себя добровольцам. Это школьники, студенты, общественники, люди разных возрастов и социального статуса. Миллионы энергичных, неравнодушных людей с активной жизненной и гражданской позицией. Объединены одной идеей – приносить пользу обществу. Для того, чтобы обратить внимание на этих людей, поддержать их в том числе и морально, учреждена новая дата. Ряды добровольцев России может пополнить каждый. Это тот, кто готов поделиться самым необходимым. Это те, кто ценят жизнь. С тысячей людей ежегодно. Я тоже доброволец, это правда. В Ненецком округе более 600 человек сегодня занимаются добровольчеством по различным направлениям. Порядка 100 волонтёрских организаций занимаются благотворительной, бескорыстной деятельностью на благо других людей. Аккумулировать весь волонтёрский потенциал Ненецкого округа призвана вновь созданная организация «Региональный центр содействия развитию добровольчества в Ненецком автономном округе «Ласточка», идея создания которого родилась в прошлом году. Центр призван оказывать профессиональную помощь добровольцам округа, получать поддержку как на региональном, так и всероссийском уровне. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будет организована отдельная новогодняя ёлка. Театрализованное представление приглашения в Хогвартс пройдёт 21 декабря во Дворце культуры Арктика. Об этом удалось договориться на прошедшем круглом столе «Детство без границ». Это первая подобная встреча представителей власти, общественных организаций, учреждений образования и родителей с особенными детьми. Весёлые танцы, увлекательные игры, забавные костюмы. У волонтёров сегодня ответственное задание. Пока родители общаются на круглом столе, их детей надо занять. Перед Новым годом актуально делать новогодние сувениры, открытки и готовить поздравления. Дима, как и другие дети, пришёл на этот праздник не случайно. Ребята имеют инвалидность или ограниченные возможности здоровья. Все они нуждаются в особом уходе и воспитании, адаптированных условиях в детском саду, школе и других учреждениях. Но сегодня в округе, к примеру, не существует специальных групп для таких детей в спортивных организациях. При том, что в регионе проживает 180 детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом родители говорили на первом круглом столе «Детство без границ». Встреча объединила 78 семей, воспитывающих детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, представителей органов власти, учреждений образования и общественных организаций. В округе делается очень много для детей инвалидов, для сопровождения их, для их реабилитации. Но, тем не менее, всё равно это очень тонкий вопрос. И, конечно же, проблемы возникают. Поэтому мы сегодня здесь и собрались обсудить вот эти возникающие проблемы и сделать так, чтобы действительно они все были решены. По словам Риммы Галушиной, сегодня округу необходимо новое здание коррекционной школы. Современный центр с медицинским сопровождением и инклюзивным оснащением необходим в связи с растущим количеством детей с умственной отсталостью. Как заверил руководитель Департамента образования, культуры и спорта Илья Иванкин, строительство объекта вошло в перечень приоритетных проектов региона. Родители отметили и особую потребность в проведении на территории Ненецкого округа реабилитационных услуг. Стоят они не один десяток рублей, а выезжать необходимо два-три раза в год. Ни один вопрос родителя не остался без ответа специалиста профильного департамента. В соответствии с федеральным законодательством, дети с ограниченными возможностями имеют право получить земельный участок. Здесь специалисты с профильных ведомств нам пояснили, разъяснили, что необходимо перечень документов, которые необходимо предоставить для получения земельного участка. Итогом круглого стола стали конкретные решения. В частности, организовать отдельную новогоднюю ёлку для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Представление о приглашении в Хогвартс пройдёт 21 декабря во Дворце культуры Арктика. Также 40 детей смогут посетить новогодний праздник «Фиксики спасают Новый год». Валентина Чибичев, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Мэрия обновила порядок очерёдности многодетных семей, претендующих на земельный участок. В Наринмаре в списке очерёдности на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства состоят 409 многодетных семей. Из них 47 имеют первоочередное право. В первоочередном порядке земельные участки предоставляются семьям, имеющим в своём составе инвалидов, в том числе имеющие на воспитании и содержании ребёнка-инвалида, а также семьи, вставшие на учёт до 4 июля 2016 года. Добавлю, с начала этого года 30 семей, состоявших на учёте, получили из окружного бюджета компенсацию в 1 миллион рублей взамен бесплатного предоставления земли. В Наринмаре зафиксированы случаи нападения грабителей. Две жительницы Наринмара обратились в полицию после нападения на них грабителей. Юбилей национального героя Ненецкого края. В Наринмаре прошёл вечер памяти, посвящённый 85-летию Прокопия и Автысова. На территории Наринмара совершено несколько нападений на женщин. В двух случаях неизвестные вырвали из рук потерпевших сумки. Одной женщине удалось дать отпор злоумышленникам и сохранить своё имущество. Во всех случаях жертвами преступников стали женщины высокого возраста. Нападения на них происходили в вечернее время в микрорайоне, расположенном вблизи магазина «Заря», включая улицу Южную города Наринмара. В связи с произошедшим, стражи порядка призывают жителей округа при нахождении в общественных местах и на улицах проявлять бдительность. По возможности избегайте неосвещённых переулков, не поворачивайтесь спиной к подозрительным лицам. Сумку лучше держать не в руке, а через плечо. Если вы стали свидетелем ограбления или жертвой грабителя, постарайтесь запомнить любые особенности одежды, внешности, речи или поведения нападавших, о чём незамедлительно сообщите в дежурную часть окружной полиции по номеру 02 или 102 с мобильного телефона. В посёлке Каратайка отменён карантин по бешенству. Ограничительные мероприятия, согласно постановлению, отменены в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очагов бешенства животных и предупреждению новых случаев болезней и в связи со стечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных. Карантин в Каратайке был введён 7 сентября, как рассказывали нау24.ру в государственной инспекции по ветеринарии НАО. Карантин был введён после того, как заражённый бешенством песец забежал на территорию посёлка. Напал на ребёнка, но, к счастью, не смог прокусить сапог. Животное было убито местными жителями. Каратайка оставалась последним населённым пунктом НАО, где продолжал действовать карантин по бешенству. На территории региона отмечается низкая заболеваемость гриппом и острыми респираторно-вирусными инфекциями. По информации Роспотребнадзора по Ненецкому округу, на протяжении предыдущей недели зарегистрировано 500 случаев ОРВИ. Показатель заболеваемости населения округа ниже недельного эпидемического порога на 9%. В то же время отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди воспитанников дошкольных учреждений. С 29 ноября по 5 декабря приостановлен образовательный процесс в детском саду посёлка Индиго. В целях снижения риска заболевания респираторными вирусными инфекциями Управление Роспотребнадзора по НАУ призывает жителей округа при первых признаках недомогания оставаться дома и вызвать врача. Необходимо соблюдать гидиену жилища, регулярно проветривать комнаты, проводить влажную уборку и увлажнять воздух помещения. В Усинске сегодня вручают гранты победителям 13-го конкурса социальных и культурных проектов в компании «Лукойл» в Республике Коми и Ненецком автономном округе. В этом году на рассмотрение комиссии поступило рекордное количество заявок – 155. Победителями в итоге стали 56 проектов. В число лучших вошли представители Ненецкого округа. Музей-заповедник Пустозерск, Ненецкий аграрно-экономический техникум и Некоммерческая организация «Фонд экоразвития НАУ». Сегодня ранним утром несколько наших земляков отправились в Усинск на торжественную церемонию награждения. Приятным поводом для поездки послужил конкурс социальных и культурных проектов компании «Лукойл», который прошел в Республике Коми и нашем регионе. В тройку лучших вошел музей-заповедник Пустозерск, который уже неоднократно становился победителем конкурса. Я являюсь руководителем проекта «Экологический десант. Большая Пустозерская тропа». В рамках этого проекта мы хотим создать и обустроить экологическую тропу, то есть создать площадку для экологического просвещения населения Ненецкого округа. Особенность нашей тропы в том, что к ее обустройству, к ее созданию мы хотим привлечь подрастающие поколения. Мы хотим привлечь школьников, которые будут волонтерами, которые будут вот этим вот самым экологическим десантом, которые будут и работать по обустройству, И они же будут и первыми, так скажем, посетителями этой экологической тропы. Данная экологическая тропа протяженностью 10 километров будет проходить через Малый Бор, Большое и Малое грязное озеро, речку Гнилку. Конечной точкой путешествия станет древний город Пустозерск. На всей протяженности маршрута, благодаря грантовой поддержке, появятся информационные стенды, указатели и интерактивные объекты. Еще один окружной проект, который поддержала компания «Лукойл» – проект Ненецкого аграрно-экономического техникума «Театр начинается с вешалки». Более 20 лет студенческий театр «Улыбка» является визитной карточкой образовательного учреждения. Ваши спектакли пользуются популярностью. У вас всегда полный аншлаг, да? Да, аншлаг, да. И мы рады, что у нас именно таким вот образом, что у нас появились свои друзья, уже поклонники театрального искусства. И мы рады, что все с каждым годом у нас на каждом спектакле, на каждой премьере все больше и больше. Когда у нас вот идет постановка спектакля, то, конечно, мы испытываем огромное количество сложностей. Вплоть, да, значит, и не только костюмы, но, конечно же, это и свет, и звук, потому как зал у нас достаточно большой. И, конечно, у нас, получается, наши актеры берут своим голосом. Так как у нас нет, да, значит, вот ни микрофонов не используется. Ну и свет – это то, что у нас предусмотрено только просто в актовом зале. Совсем скоро театральная проблема решится. Почти 300 тысяч будут направлены на звуковую аппаратуру, микшеры, усилители мощности, радиомикрофоны, а также световую аппаратуру, софиты, стробоскопы, лазеры, лампы, шары и полусферы. В общем, театр засияет по-новому. Ведь профессиональное оборудование позволит создать световую иллюминацию. А это значит, будущая постановка пройдет в новой особой атмосфере. А пока представители театра снова ждет выход на сцену, но уже в новом аплуа, как победители конкурса социальных проектов компании «Лукойл» в номинации «Духовность и культура». Торжественная церемония награждений состоится уже сегодня в рамках фестиваля «Многоцветий Севера» в городе Усинске. Любовь Примякова, Леонид Шишелов, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Творчество без границ. Люди с ограниченными возможностями здоровья представили свои работы на творческой выставке, которая открылась в обществе инвалидов. Деревья из бисера, домашний текстиль в технике лоскутного шитья, картины из шерсти для валяния, вазы ручной работы, плетеные воротнички и не только. С многообразием рукотворного мира познакомилась наша съемочная группа. Поэтому мы когда-то собрались, чтобы каждый то, что умеет, научил друг друга. Ну и, естественно, начали мы, так как я раз организовала это дело, то начали мы с трубочек газетных. Всё началось с газетных трубочек три года тому назад. Дальше больше. Освоив одну технику рукоделия, мастерицы общества инвалидов покоряли новые вершины рукотворного мира. Всё время хочется что-то новое узнать. Вот что-то вот сделала, вот это я уже сделала, умею, значит, мне надо уже что-то другое. Я много чем занимаюсь, конечно, и лоскутным вот этим шью, да. Потом вышивки вот эти и бисером, и ниткой муряные. Потом очень нравятся мне вот эти трубочки. Газетные, да. Да, они у меня уже больше тысячи лежат. Газетным трубочкам Мария Юсупова дарит вторую жизнь, превращая бумажные скрутки в декоративные шкатулки и фигурки. Ещё одна мастерица Татьяна Ременюк создаёт бисерные деревья и цветы. А до этого увлекалась вышивкой с использованием всё того же бисера. Я всё могу. До этого у неё были очень изумительные вышивки цветов. Она очень любила цветы. И вот эта вся стенка у нас была как бы вышивками оформлена Татьяной. Вот в этом году. Я начала вот с января месяца и вот всё делала. Ну, наверное, у меня 30-то экземпляров-то я сделала, наверное. Творчество – это неотъемлемая часть жизни этих талантливых и чутких женщин. За рукоделием они забывают о своих проблемах, болезнях и жизненных трудностях. Именно творчество помогает им преодолевать сложности день за днём. Ну, вот в последнее время очень трудно со здоровьем было. И я бы не выдержала, не умея вот кто-то, находясь дома. Я в течение вот этого последнего года почти никуда не ходила. После операции, даже в Эвридене, когда в Санкт-Петербурге была на операции, я брала с собой вышивание. Я сидела и вышивала. С безграничными творческими способностями этих мастеров и мастерей смогут познакомиться все желающие. Окружная организация общества инвалидов открыта для общения с каждым из нас. Ирина Нижалова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Певец «Заполярье» – так называют земляки ненецкого поэта Прокопия Явтысова. В этом году поэту, писателю и драматургу, художнику-иллюстратору исполнилось бы 85 лет. В его лирической поэзии так трепетно звучит сыновья любовь к отчему краю, пронизанная тревогой и болью за искалеченную природу. Поэту удается тонкое и бережное проникновение в психологию своих лирических героев. Без преувеличения Прокопия Явтысова можно назвать национальным героем ненецкого края, ярчайшим выразителем культуры Крайнего Севера. Поэт, рожденный тундрой, Прокопий Явтысый, на кадрах хроники читает стихи. Несмотря на то, что уникального человека нет уже более 10 лет, его творчество помнят. Доказательство тому – более 700 поклонников, которые пришли почтить память талантливого земляка. Это не только зрители, но и многочисленные артисты. И хаяр, естественно, здесь должен играть очень важную роль, поскольку Прокопий Андреевич создавал и репертуар этого ансамбля, он сам был участником этого ансамбля. Поэтому вот те песни, которые сейчас поет вокальная группа, очень многие из них написаны на слова Прокопия Андреевича. И я думаю, это самая лучшая память о поэте и о человеке, когда его песни поют, когда продолжают читать его стихи. А продолжателей творчества Прокопия Явтысова действительно много. Это люди разных возрастов и профессий. Ей среди них самый преданный поклонник, внук поэта Александр Латышев. Папа умер. Это наша надежда нашей семьи, потому что именно он сейчас сочиняет стихи. И мы надеемся, что он продолжит папина дело, потому что буквально накануне у него родилось стихотворение, которое называется «Семья». И я хочу, чтобы вы его послушали. Если ты в кругу семьи, то ты знаешь, что ты любимый, счастьем одаримый. И счастье нужно всем. И если ты в кругу семьи, то счастья у тебя много. Семья для потомков Явтысова, как и для самого поэта, играла большую роль. Это была тихая гавань понимания и заботы. Ведь жизнь неординарного человека била ключом. Помимо литературного творчества Прокопий Андреевич занимался живописью, был драматургом, художником, педагогом, тренером, общественным деятелем. И везде успешным. Например, с 1963 по 1986 год руководил Окружной Федерацией по национальным видам спорта. И был удостоен звания «Отличник физической культуры Российской Федерации». Его персональные выставки картин прошли не только в Ненецком округе, но и Норвегии, Аляске, Канаде, Гренландии, Швеции и Финляндии. В последние годы жизни, являясь вице-президентом Ассоциации ненецкого народа Ясавэй, он добился организации в Наринмаре первого ненецкого театра «Ирлипс». И это только малая часть заслуг нашего земляка. В этом году ему исполнилось бы 85 лет. 2017 год в Ненецком округе был объявлен годом Прокопьев-Тысова. Более сотни мероприятий по всему округу объединил поклонников поэта в едином литературном проекте «Зов морожковой земли». С данным проектом регион участвовал во всероссийском конкурсе «Самый читающий регион» и вошел в двадцатку субъектов Российской Федерации претендентов на звание «Литературный флагман России». Вечер памяти во дворце культуры Арктика стал красивой завершающей точкой. Впрочем, многоточием. Ведь творчество Прокопьев-Тысова живет в сердцах сотен поклонников по всему миру. Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте по адресу www.trk.sever.ru. Далее смотрите прогноз погоды.